Заработок на канале YouTube – да, друзья мои, возможен. Есть такая возможность монетизации канала, которая доступна после привлечения, однако, на канал более тысячи подписчиков и четырех тысяч часов просмотра ваших видео за 12 месяцев. Некоторые начинающие авторы YouTube-канала ошибочно считают, что для размещения подходит любое видео, но это не так. Популярные видеоролики в YouTube сегодня соперничают по стоимости производства с телевизионными программами. Представляете, какие ресурсы задействованы? Например, каналы «Вдуть», «Дроидер», «Варламов», «Парфенов», «Александра Митрошина» и другие производят видео очень высокого качества. Многие блогеры совершают элементарные ошибки во время подготовки материалов, не заботясь о качестве своих видео и теряют свой шанс выбиться в лидеры. Платформа рекомендует «Вичкам» учитывать следующие требования к контенту. Видео должно иметь хорошее качество. Как я уже говорила, современный негласный стандарт разрешения видео – 1280 на 720 пикселей. Не рекомендуется публиковать фрагменты с пересветами, пикселизацией и другими артефактами, если они не являются эстетическим элементом ролика или частью авторского замысла. Зрители должны различать лица спикеров и ведущих, и не надо их затушевывать. Низкое качество звука тоже не рекомендуется. Присутствие посторонних шумов, неразборчивая речь, также негативно сказывается на просмотрах видео. Такие ролики платформа, вероятно, не станет активно продвигать и рекомендовать. Недопустим кликбейт, то есть несоответствие аннотации, графической обложки и заголовка, содержанию вашего ролика. А как же назвать свой блог? Вот тут начинается самое интересное. Важно, чтобы название для блога было незабываемым и уникальным. Желательно, чтобы в названии блога присутствовало ключевое слово, или бы оно все состояло из ключевой фразы, относящейся к тематике блога. Это хорошо для поисковых систем, да и читатели смогут быстро определить, что это именно ваш блог. Вспомните известную во всем мире компанию Apple, яблок, название которой не имеет ничего общего с компьютерными технологиями. Именно потому, что фрукты трудно заподозрить в симбиозе с компьютерами, такое странное название и сделало его запоминающимся. Я бы еще добавила, что это яблоко надгрызано, и такую эмблему очень удачную придумал Стив Джобс. Просто стал мультимиллионером и вошел в историю. Еще одна возможность уникализировать название – создать собственное слово со смыслом, понятным только вам. Что имеется в виду? Вот, например, мой блог называется «Севира» – один из блогов. Это три начальных буквы фамилии и три имени. Севрюгина Ирина, Сев, Ира, Севира. Так что думайте, сочиняйте. Дополнительные советы к выбору имени для блога. Имя должно быть легко произносимым. Если люди в состоянии запомнить имя блога, то они должны быть и в состоянии его произнести. Название блога должно выделяться и сделать это лучше визуально, так как люди будут склонны быстрее запомнить ваш блог, если есть знаковая графика – логотип, фавикон. Мы об этом будем говорить. Я обо всем этом расскажу, что такое логотип, что такое фавикон и как они создаются, и в каких параметрах, и какие-то характерные визуальные эффекты в блоге. Кто-то придумывает свой цвет или два-три цвета, и именно эти цвета вставляют в посты или в начале хотя бы. Потому что, в общем, помимо логотипов, можно еще придумывать всякие баннеры, листовки и всякое такое прочее. Обо всем этом будем говорить. Если колеблетесь в выборе между двумя названиями, поработайте в фотошопе, подготовьте сначала два варианта логотипа. Решение придет, когда увидите графический вариант своих названий. Произнесите несколько раз название и убедитесь, что оно благозвучное и пишется так, как слышится. Вы же не хотите, чтобы люди постоянно вбивали в поиск имя блога неправильно, только потому, что оно имеет сложное написание. Пусть оно будет простым, вряд ли его запомнят, если название блога будет сложным и скучным. На этом мы остановимся. Переходите к следующему уроку.